Всем привет! Смотрю другие каналы, других уже там кто-то смородина садит, у кого-то уже все цветет и пахнет, весна полным ходом, а у меня вот разоградка не разгорается. Вот это да. Поэтому сейчас буду показывать нашу жизнь. Вот углек, тут упал. У нас на улице зима еще идет. Натеря натуральная. Вчера вот было какое-то время, что вроде немножко в обед так подтаяло. Утром шли, было холодно, гололед. Сейчас идем, ручей бежит. Давай уходить, Рома, с дороги, машина. Сюда. Опа. Ну, потом к вечеру опять снова выпал снег. Сегодня, друзья, 17 марта, и сегодня я в обед вам как раз снимала, как мы с Ромой по лужам шли, погрызи. Ну, вот сейчас опять пошел снег. Не знаю, видно на видео, как он идет, падает, нет? Видно, вот, если я держу. В общем, зима никак не отпускает. гадкая такая мерзкая погодка, скажу я вам. Не как будто уже весна наступает, а как будто осень, вот когда ноябрь. Вот такие вот дела. Никак-никак весна у нас не ступит в свои права. Мерзко, сыро, пасмурно, и идет снег. А печка почему-то у меня дымом идет внутрь, я не могу понять, что ей надо. Ветер, может, так задувает. Вот, а наш папа уже не знаю, какие сутки находятся в городе. Наверное, третий или четвертый. В общем, он работает через сутки. Сутки работает, сутки спит. Там у людей, у брата своего. Вот. Плюс там у него, у нас его мама, моя свекровь в больнице. В общем, он там вообще, я думаю, что он даже и не спит. Он, скорее всего, уже третий-четвертый сутки не спит, потому что переживает. Матери сделали, как сказать, в общем, ее в кардиологии отправили, сделали операцию. Ну, я так поняла, как-то там тромбы, убирали тромбы. Вот. Сейчас она находится в больнице. Мы, конечно, все переживаем эти дни. Вот такие дела. с Ромой мы поэтому одни тут занимаемся своими делами. То печку сварить, то кушать, то печку затопить, то кушать сварить, то с Ромой занимаемся. Вот такие у нас деньки. И про это у нас будет видео. Вот посмотрите, чуть не пойму. Печка вся, дым идет внутрь, дымит. Сейчас еще выйду, покажу вам погодку на улице, потом подумайте, что у нас... Если вот я сама так думаю, что вот когда у тебя на улице весна и тепло, то ты думаешь, что у всех точно так же. Вот тут у вас там весна и тепло, а тут видео, как я топлю печку. Вообще никак не клеится. Лишь бы разгорелось. Дым этот перестал идти. Вот этот, кстати, дым. Вот это из-за этого дыма, каждый год приходится белить, потому что все стены потом покрываются таким слоем сажи. И подоконники, вот эти все места у нас, они тоже быстро покрываются пылью. Там буквально вытришь, через один-два дня снова там слой пыли. Это пыль от печки, сажи. И поэтому у нас вот тут все стены на кухне заклеены клеенкой. дабы было легче протереть их от сажи. А так, в деревне вот это постоянно, это надо каждый год вот это мыть, белить. И обои такие же черные. Вот эти обои я бы вообще убрала. Они, может, для города обои нужны, а в деревне очень непрактично иметь обои. Потому что вот мы печку топим, то жарко, то холодно. Ну вот печка горит, жарко. К вечеру температура упала, холодно. Потом затопило, опять жарко. Из-за перепадов этих температур обои, они прямо отпадают от стен, отклеиваются. Двери, плюс мы открываем, получается, туда-сюда ходим, двери открываем, уличный воздух прям заходит в дом. Ну, зиму особенно уже, сырой. Из-за этого эти обои, они моментально отпадают. Проблем с ними много, в общем. Ну и вот я бы их вообще всех отклеила и просто, не знаю, побелила и все. Ну это как-то, не знаю, у всех уже никто просто так не сидит с белыми стенами, как в больнице. Колера сделать тоже. Опять же, у нас стены там под обоями очень кривые. Их или вытягивать надо, выравнивать. Это опять много работы и надо уметь вытягивать стену. Как это делается, мы не знаем. Поэтому все так. Пока как есть, так есть. На все это нужно время и деньги. А у нас нет ни того, ни другого, что будем сейчас заниматься. Поэтому живем так, как есть пока. Потом, если будет у нас такая возможность, мы, конечно, будем делать по возможности, где что, как исправлять, как нам нужно. Ну вот, вроде бы разгорело. Сейчас мы прикроем. Так, все загудело, загудело. Значит, горит. Так, сейчас я схожу на улицу, покажу вам, какая у нас погодка. Так, сейчас покажу нашу погодку на улице. Ветер, может, будет задавать, не слышно. Вот у нас такой снег, снежище лежит за ночь, нападало. Ветер задувает. Еще и не думает у нас, как бы, весна. Весна вообще вот такая, чтобы листики там пошли, почки там набухали. Это у нас в мае. Март, апрель, это у нас еще не весна, еще холодильник. Да и мае бывает, высадишь, и бац, заморозки пахнут. Так что, вот такие дела, погода у нас такая. Март, это март месяц. Это март месяц. Никакой весной, весны еще нету. Поэтому печку приходится забить. Так, что там у нас, дымок идет? Не видно, на камере не видно. Там так еле-еле дымочек идет. Все, значит, пошло у нас гореть. А тут, кстати, сосульку сейчас вам покажу. Какая сосулька мартовская. Мама разбила. Оп, поймала. Вот такая сосулька. Чего ты пищишь? Я же тебя накормила. Чего тебе еще надо? Погладить? Погладить это надо тебе. Жулик. А, с тебя только тронь. Начинаешь ты тут. Я не знаю, слышно у меня будет или нет. Ну, вот к нам периодически приезжает вот такой мамакар. Мамакар, медицина Казмите. Такой аппарат, видимо, проверяет женщин грудь. Так что не надо никуда ехать. Можно спокойно прийти и сфоткать. Сделать все дела. Рома, что делаешь? Рисую совека-палка. Да. Рома у нас еще и левша. И неправильно еще как-то захватывает карандаш. Если кто-то знает, как можно научить его правильно держать, то можете, пожалуйста, написать в комментариях. Ну, вообще, если я начинаю ему поправлять, он просто начинает психовать и выбрасывать, и бросает свое дело. Поэтому, я думаю, пусть лучше неправильно, но хоть как-то пишет. Вот. Видите, он как-то всем кулаком берет. Но это, правда, не карандаш, а мелок. Может, возможно, ему так удобнее. Вообще, он и ручку, и карандаш тоже берет в кулак. И ложку. Он не берет вот так, тремя пальцами, как обычно нужно делать. Попробуй, Рома, взять тремя пальчиками. Покажи все свои картины, какие ты нарисовала. Тут эта вся раскраска про Человека-паука. Но он рисует только Человека-пауков. А тут вообще что-то не старался. Ну, тут злодеев всяких рисовал. Молодец. Еще здесь. Первую картинку ты вообще старался красиво нарисовать. А остальные уже так. Там вот он на наклейку смотрел, скажи, как он хочет. Вот, мы наклейки сначала наклеили. А потом он уже раскрашивал. И тут еще старался. И тут уже совсем не старался. Так быстро рисовал. Так быстро. Сын, это классно. Так удобно. Так классно, да, рисовать быстро? Да. Да и пусть рисует, как хочет. Может, он художник. Кто сказал, что надо правильно рисовать? Он так видит у него такое чувство окружающего мира. Вот так быстро? Да, вот так самое классное, да, сын? Угу. Супер. Мама, он тоже видит вот так березы. И так нарисовала. Как маме нравится. Маме были скучны. Просто обои. Решила, что зеленый горшок должен стоять на фоне зеленой же травки и березки. Вот так вот. Мы взяли с Рома, да и нарисовали березу. Вот этот злодей. Да, мы его всего зарисовали. Это же какой-то страшный. Вот этот злодей такой с языком. Это человек-паук. Нет, это не человек-паук. Это какой-то злодей. Злодей-салек-паук. Он похож на классный салека-паука. Он с черной. Давай. Угу. Только с черной. Мама-то такой мультик не смотрела. Мама не знает. И вот этот злодей. А я видел этот мультик. Ну, ясно. Там много злодеев. Много. Ммм. Но человек-паук-синный. Он с пояса с этими-синными злодеями. Ты с этим. Ну, ладно. Ясно. А покажи своего паука-человека, с которым ты спишь. Принеси. Сейчас он принесет со своей кроватки. Это ему подарил мой двоюродный брат, а ему, получается, наверное, дядя двоюродный Никита. Это был когда-то его человек-паук. А теперь он перешел к Роме по наследству. Да, он не живой, он игрушка. Он с тобой спит, да, сына? Угу. Я наползу, чтобы не было удобнее. Я успокоился и не боялся. Ну, ясно. Он охранял меня. Под подушкой у него там он лежит. У него такой подростковый диванчик, который... Мон, чтобы он меня охранялся. Этот дешевый полон меня охраняет. Ясно, понятно все. И он спит на подростковом диванчике у нас. Мы его уже почти на всю длину раздвинули. Там уже даже папа помещается. Вот, такие дела. У нас есть отдельная комната, но он там сам как бы боится спать. Он спит в нашей комнате, но на отдельном месте. На отдельной кроватке. Эх ты. Тут у нас вот рассада стоит. Мы клеенку постелили, чтобы я сечу. Там грязь, вода, чтобы не падала на пласт. Клееночка у нас. Ты какой злодей. Вот мы слепили таких коров, шли шишечки. Слепи вот таких вот коровок и шишечек. Расскажи, Рома, как их зовут, твоих коровок? Коричневая корова называется фея-музилка. Она не говорящая, только дерется с лыжком. Осенняя корова называется фея-музилка. Татуре, Татуре, может, дерется с музом. Ну-ка, как они у тебя тут играют? Ну-ка, расскажи. Я, я, я фея-музилка. Ну-ка, я, я, фея-музилка. И я, фея-музилка. Их что, одинаково зовут у тебя? Да. У нас такие цветные коровы, потому что пластелин Рома перемешал. Перемешал и вот сколько было с такого ей пили. Что, он теперь блюдает кота? Ну, не мучай, кота, не мучай. Он уже боится тебя. Бедный рыжик. Ему, кстати, тоже кто-то ногу подбил. Уже теперь второй кот у нас хромой. У-у-у. Сан-пусторой. У-у. 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 Субтитры создавал DimaTorzok